Здравствуйте, друзья! У нас с вами сегодня в студии Silicon Valley Voice у нас гость. Ну, представляйтесь. Вот у нас гости представляются. Меня зовут Батрас Сориев. Я учился в Нов Скул с сентября 2015 года по практически настоящий момент. Ну, подождите, вы как-то начали, не сначала. Вы сначала откуда сами-то? Я из Осетии, из Владикавказа. Перебрался в Москву и оттуда уже сюда. То есть вы закончили медицинский институт в Владикавказе? Да. То есть он не просто осетин, а он прямо жил там, правильно? Да. А вы можете это, по-осетински можете? Очень плохо надо мной будут смеяться, если кто-то из Осетина это будет смотреть. Погодите, а как же вы учились в институте? Так он же в России. Поэтому там, конечно, все по-русски. О, как! Ну, хорошо. Старики все оттуда меня гнобили за то, что я плохо говорю. Старики. Ладно. В общем, короче, уехал на Москву. В Москве практиковал там что-то, да? В Москве прошел специализацию по ортопедии и травматологии в институте Пирогова. Там, где травмы всякие? Да. Хорошо. Значит, итак, вы в Америку как попали? Никого не трогали? Там, как? Вот же человек живет в Москве, бах и нет его. Шел как-то я на работу в Москве в феврале, в минус 28. В тот момент, когда я перестал чувствовать полностью все свое лицо от холода, я просто решил, почему бы не уехать, где потеплее. Подкинул монетку. Так, а чтобы ехали в Кавказ? А там не так-то и тепло. Там тоже снег. Да вы что? Тоже снег. Так это Северная Осетия. У меня был гость, как-то из Сербии приезжал. Он понятия не имел, где находится Северная Осетия, но исходя из названия, он искал ее где-то в полярном кругу за два дня на карте. А в Южной теплее? В Южной не намного теплее, но там периодически как-то не очень уютно бывает. Да. Короче, вы поняли, что в Осетию... То есть теплый климат вы стали искать как? У меня на самом деле друг жил в Лос-Анджелесе, который предложил почему бы не сюда, здесь есть где пожить. В общем, отличный рум-мейт. Так, а визу вам дали легко? Визу, да. Туристическую. Давно было-то? Это было пару лет назад. Хорошо. Но вот вы у нас в школе учитесь. У вас решение на работу есть? Да. Green Card. И откуда все это взялось на вас? Потому что политическое убежище. Понял. То есть вы от мороза. Конечно, надо спасать человека, что даже борода не спасает. Поэтому спасли вот так. Хорошо. Так, а как вы к нам попали? Мама. Она, если это будет смотреть, она это смотрит. Да. Она будет ругаться, что я бородатый. Ну, вам лет-то сколько уже? Так уже, да. Уже можно тридцать. Не, ну, уже ничего. Уже ничего. А вы женатый или так, холостой? Нет, холостой. Мама может сказать, что если бородатый, где же ты девушку хорошую возьмешь? Ты пугать их будешь? Она может сказать тебе. Нет, не говорит так? Нет, она использует другие термины. Называет меня бомжом, если видеть бородой. А мама говорит, почему же ты не женишься, не найдешь хорошую осетинскую девушку, которая тебя научит уже родному языку. Она как-то раньше говорила, что как-то рано еще для женитьбы и все такое. В тот момент, когда она сказала, пора уже искать, я понял, что я состарился. Нет, ну, мы еще не решили ничего. А в школе у нас вообще есть девчонки симпатичные? Ну, есть, конечно. Но вы не впечатлились как-то вот так. Так я же всегда учиться хожу. Ну, да. Ну, это правда, это не сразу. Значит, тут история такая была, что человек учился-учился. А вы вообще геймер по жизни? Немного, да. То есть вам приходилось в игры играть? Да, конечно. Врачи? Вот они так лечат. Слушай, он сидит в игры играет, потом приходит там живой человек, он по нему... Так свободное же время появляется, надо как-то его использовать. Ой, господи. Есть два часа свободного времени, не в поход же идти. А сейчас врачи вообще курят? Здорово. Я обращал внимание, что больше женщины курят в последнее время. Если раньше как-то... Уже хирург, выходит. Конечно. А сейчас только медсестры. О, это господи. Ну, да. Но нет такого, что вот как раньше, что медсестры, они с врачами как-то в каких-то особых отношениях там? Где-то бывает, но я... Ну, это уже прокуренные шансов, конечно, меньше. Хорошо. Значит, итак. Маме привет. У мамы еще есть мальчики-то, девочки? Старший брат у меня, да. Не в Лос-Анджелесе? Нет, он работает тоже здесь. Только в пиар. В Кремневом Долине? Да. Ой, да целая семья, слушайте. Вы маму хоть в гости позовите, что же? Ну, ладно, бывает периодически, а потом возвращается обратно. Ну, приведите маму уже, мы с ней тоже снимем сюжет, она же, если она нас смотрит. Вот. Значит, у нас вот такое, знаете, с мамой, а я ей книжку подарю с подписью. Скажем, вот, маме там... Хорошо. Мама говорит, иди на тесты учиться. А вы в этот момент что себе думали? Почему у вас возникла проблема, что-то вдруг куда-то переучиваться? Не хотели медициной больше заниматься? Да, она меня осточертила еще в России. Ага. Сюда я приехал уже готовиться к экзаменам USMLE. Это, скажите, скажите, что это, не пугайте людей. US Medical License Examination, то есть экзамены, которые нужно сдать для того, чтобы... Практиковать? Да, практиковать здесь медицину. То есть диплом они вроде как признают, но нужно еще сдать экзамены, которые занимают тоже долгое время. Это не то, что Каплановский курс, вот эти... Оно самое. Кальян, Каплан, да. Ну это, во-первых, занимало какое-то время, во-вторых, не было мотивации, не было желания возвращаться больше в медицину, потому что она уже осточертила. А людям помогать кто будет? Ну, помощь людям это отдельная история. Я сколько видел людей, студентов, врачей, которые мотивировались к помощи людям, в какой-то момент своей жизни они как раз вот выгорали. Эта мысль, она постепенно исчезает просто из мысли людей. Единственная мотивация настоящая, которая является драйвом для врача, быть врачом, это интерес к специальности. Желание светить другим как данка, оно долго не держится. А вообще вот среди врачей, которых вы наблюдали в Москве, например, большой процент людей, которые горят тем, что они делают? Или все-таки больше народ такой равнодушный? Небольшой. Больше людей, которые разочаровались в своей специальности, но при любой попытке разговора о том, чтобы сменить эту специальность, которая вас очертила. А чем вот я буду заниматься? Вот мне 35, вот мне 40. Подождите, а врач в Москве хорошо зарабатывает? Не очень. Врач в Москве, когда я работал врачом в Москве, зарабатывал 50 тысяч в месяц. То есть по тем временам там 1000 долларов? По тем временам это было чуть больше, это было около полутора тысяч долларов, но нужно было на них хорошо работать. Это оперирующий врач? Да. На самом деле это хороший заработок был, потому что во многих местах, и в Москве заработок был 35, например, тысяч в месяц. Но нет такого, что пациент там коньячком или курочку принесет? Да, на это в основном и был расчет, но как-то не очень хорошо. Раньше так вот батюшка в церковно-приходском, крестьяне несли что-нибудь. Очень неприятное ощущение, мне неприятно принимать что-то вот такое, поэтому я старался отказываться. Это правда. А знаете, а я привык. Вот мне все время несут коньяк, несут конфеты. И я поначалу как-то стеснялся, потому что я же вроде деньги беру за... Потом думаю, что человек, он же от чистого сердца. Понимаете, так ванта несут как раз таки от чистого сердца, а там как-то... Скорее воспринимается пациентами как обязаловка больше. Они думают, что иначе их будут плохо лечить. Ну да. Ой, что серьезно? Многие да. А у многих это, в общем, это правдивое впечатление. И их действительно будут не особо замечать, если этого нет. Тут у нас был один парикмахер из Тбилиси. Ну, давно, правда, дело было. Так он рассказывал, как вот, когда чаевые не давали, так он выстригал, что они больше не ходили. Так, ну, думают, что такое, люди дают, а это не дают. Выстригут, он больше не ходит. Ну, есть разные такие приколы врачебные. Есть укольчики, например, которые называются... Один из них называется подводная лодка. Это смесь снотворного и мочегонного сильного. Я думаю, не стоит удаляться в подробности. Прикалывается народ, как может. Хорошо, давайте мы к нашим делам вернемся. Значит, вы были геймером в перерывах между операциями. Да. Значит, приехали сюда, пришли к нам в школу. Как вас... Ну, учились об этом. Учились себе, учились. И вдруг вы с каким-то резюме пошли на рынок или... Как вообще получилось? Я стал искать какой-то подработок временный. Да. И из тех предложений о работе, которые включали в себя QA, единственные, которые не требовали опыта работы, и были все практически мануал тесты, это гейминг. Гейм-тестинг. Игры. Игры. А много такого? Много. И... Спрашивают ребята, чем заняться? Чем заняться? Вот как подготовиться к эмиграции? Играйте в игры. Да и резюме, которое мне... В общем, мне позвонили сами, откликнулись на мое резюме. Так в резюме откуда взялось? Резюме я сам написал, потому что... Ну, оно было абсолютно корябое криво. О, народ! Единственное, что оно включало, это вот обучение в школе. В школе. А, ну, то есть он в резюме написал, что я геймер, а еще я учусь тестировать. Да. Они, может быть, не знают partner school, но они говорят, человек учится на тестерах, это уже интересно посмотреть. Ну, так их вообще устраивал просто геймер, который вообще ничего не умеет. А тут геймер, который еще и в партнерскую отучился. Вот. Мне позвонили. Практически все вопросы, которые были по телефону, касались исключительно игр. То есть не как тестировать, а как играть. Как играть, да. Да не как играть даже. А вообще играешь в игры, в какие играл, какие нравятся. В общем, примерно в таком ключе. И в итоге взяли работать тестировщиком игр. Ну, подойдите. Вас взяли в какую-то известную компанию. Да. Компания Oculus, которая является дочерней компанией и находится в фейсбуке. Дочерней компанией. Фейсбука. То есть здесь нет, и человек работает. И находится в штаб-квартире фейсбука HQ. Вот тут недалеко у нас тут. Да. Хорошо. Ну, приходите в штаб-квартиру и чего делаете? И тестируем игры. У нас просто сажают за столы, где пока еще ничего нет. Но обещают, что как-нибудь появится через пару часов. Пару часов наступило на следующий день. На столе это что? На столе так ничего. Пустые столы. А что вы здесь делаете? Пустите, сейчас принесут все. Будете тестировать. Так. Потом принесли все-таки. Потом принесли. Так. Это вот эти вот... На глазах? Да, 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 да. Это вот тот самый шлем виртуальной реалии. Это вот это? Это немного другое. Это другая версия, которая сделана с телефоном. А телефон-то где? А, вот тут телефон. Ну, ё-моё. Слушай, да тут действительно картинки. Единственное, что как-то не резко у меня. А здесь сверху бегунок? Где-где? Вот тут вот. Вот этот? Да, крутится. А-а-а. С ним наводится резкость. О, ё-моё. А кнопочка есть какая-то? Кнопочки, значит, здесь сбоку под правой рукой. Вот тут где-нибудь. Здесь тачпад снизу. И сверху кнопочка она... У меня вообще все выключилось тут. Перегружается. Ну, не важно. Ой. Господа, это вообще, вот смотрите, страшное дело. Так это Samsung с Android-ным телефоном. Я понял. Ну, это вот вы это тестируете? Сейчас, да. Меня перевели. Это получше. В качестве QA позиции. Потому что до этого я был тестировщиком игр. Сейчас я QA позицию занимаю. Фактически. Ну, а вам приходилось, я извиняюсь, тест-кейс написать? Какой-нибудь. Сегодня. Первый раз написали? Так, понимаете, вас перевели, но хоть денежку накинули, или так вас и оставили? Пока оставили на той же денежке, но дело в том, что у меня уже был подписан изначальный контракт на два месяца. Через агентство? Да. И вот с этим агентством, чтобы не нарушать условия договора, я дорабатываю еще две недели. Так. Меня уже примут, по крайней мере, пообещали менять уже на другую позицию. Практически. Но не через агентство, уже напрямую. Нет, они на самом деле принимают всех через агентство. Просто уже примут на другую позицию. То есть, вы будете консультантом все равно. Через какое-то агентство. То есть, не будете в штате Фейсбука. Я не буду в штате. А вы будете через агентство, в Фейсбуке. А сказали, сколько денежки дадут? Намеками. Сказали, что раза в два-три больше. Ну, даже если в два раза, это уже тридцатник, да? Ну, где-то так. Друзья, можно жить. Вот так, видите, он хитренько так, значит, не пошел на интерншип. Фактически, он вместо интерншипа вот игрушки там тестировал. Да? Ну, да. Ну, имейте в виду, если что, на интерншип мы вас всегда закинем. Если так, не дай бог, там придется, там чего-то. Там уже поглетели, поэтому, если вы найдете подобную работу, показываете все свои навыки, которые получили здесь, в школе. И с большой долей вероятности это заметят и скажут, так вы тут не игрушки будете тестировать. А ну-ка там, помогайте. Ну, я-то, я бы то сказал бы, что вы сами это резюме не делаете уже, придите к нам, мы же вам напишем что-то. Я каждый раз вздорогиваю, когда человек, я говорю, резюме-то где брал? Он говорит, да я сам написал. Я говорю, ой. Потому что я такое вижу. Ну, ничего страшного. То есть, вы как бы хотите сказать, что есть такой путь. У нас есть месседж, смысл которого в том, что если человек такой типа геймер, а нужно реально крутым геймером быть. Вот я, например, вообще в игры не играю. Там не требуется. На самом деле спрашивают, играете ли вы в игры, но быть геймером для этого вообще не нужно. Достаточно просто запустить эту игру. Практически все игры делаются так, чтобы можно было просто объяснить игроку, как в нее играть. Ну, вот вы говорите, вам задавали вопросы на интервью и спрашивали, как вот та игра, как эта игра. Нет, мне задавали вопросы, какие мне игры нравятся. Я просто перечислил, какие мне нравятся. Дальше человек, который со мной разговаривал, обсуждал, что мне в них нравится. То есть, по сути, достаточно было назвать одну-две, которые меня интересовали. Хорошо. Ладно. И для этого не надо быть, как я уже сказал, крутым геймером. Потому что крутой геймер – это тот, который играет хорошо. Да. У нас тут были international level. Ребята были. Ну да. Не требуется этого. Не требуется. Хорошо. Такой вопрос. Но вот все-таки в перспективе такой. Но вы же не будете всю жизнь игры тестировать или как вообще? Так я уже не тестирую игры. А что это будет? Сейчас тестируется, во-первых, магазин внутренний для этого устройства. E-commerce applications. Да. О-о-о. Так. First-party applications. Мобильная, вебовская и какое оно? А их два. Одно вебовское, а второе мобильное. То есть второе не мобильное, а внутри самого Gear VR, когда вы его надеваете, там совсем по-другому. Gear VR. Да. Gear VR называется. Gear, да? Да. Когда вы его надеваете внутри. Virtual Reality. Вы видите другой магазин, уже Virtual Reality магазин такой. Так что их два, плюс то, что тестировал до этого, до перехода в VR. Буквально вчера состоялся запуск этого продукта. Это называется Oculus Lift. Слушайте, а расскажите эту хохмочку, как вы с ребятами пошли на какое-то мероприятие, мне очень понравилось. Значит, они там учились в группе и какую-то группу создали на Facebook, да? Да. Для своих в группе. Да. У нас была своя группа Facebook, в которую входили все те, кто захотел в неё войти из нашей группы, которая училась здесь, в Partner School. И кто-то предложил сходить, я не помню, где это было, в Рильск, как Сан-Хосе, где-то на юге там встреча, где собирались люди из QA. Я уже не помню точно, какая причина. Ну, в общем, разговор шел об Automation. То есть я туда пришел, я ничего не понимал, о чем речь идет. То есть это русские были или рады? Нет, это были американцы. Ага. И эту лекцию читал человек из LinkedIn, который работает. Да. QA-менеджер из LinkedIn. Да. По Automation. То есть сборище по автоматизации? Да, преимущественно, да. И после этой встречи мы решили подойти, поговорить с ним. Ну, интересно, живой QA-тестер. Студенты решили подойти. Что можно почти потрогать, да? То есть настоящий QA, который работает. Наших педагогов они не трогают. Так наших педагогов мы же и так часами видим, слышим. А тут посторонний человек. И решили спросить, как дела обстоят с manual testing здесь в силиконовой линии и так далее. И вот сказал. Знаете, я вас остановлю немножко. Когда мы только приехали сюда, мы жили в Сан-Франциско. Это было 20 с лишним лет назад. Буквально года полтора-два прошло. И вдруг там пишут, что Акуджава. Булат Акуджава приезжает в Сан-Франциско и выступает в Рузвеллд Миддл Скул. Ну, мы идем в Рузвеллд Миддл Скул. Там не было много народу. Ну, там сколько это было народу? Билетик там, не помню, по пять долларов, по шесть совсем копеечный. Вот. Собралось много одесситов. Вообще в Сан-Франциско в то время было много одесситов. И вот собралось много одесситов. Некоторые в шубах пришли, некоторые в бриллиантах. Ну, то есть в свет вышли. А там какая-то слабка непонятна. И вот так вот Джава там что-то поет, поет про Москву. Знаешь, они говорят, Джава, он все про Москву. А ему записку присылают. Вот мне этот вопрос ваш. То есть тусовка была про автоматизацию. А они говорят, как там по срочным тестированию? И вот такой Джава, он поет, поет про Москву. А ему записка переходит, скажите, у вас нет песен про Одессу? То есть своя адженда была у людей. И они говорят, скажите, говорят. Да, поинтересовались, как дела обстоят с manual-тестингом у него. На что он ответил, что года так с 2001-го не видел, чтобы нанимали людей на manual-тестинг. Везде требуется, причем даже не automation требуется, а умение, вернее, знание языка. Программирование. Программирование. На Python, например. Вот, говорит, у нас в LinkedIn, говорит, берут людей на тестинг не тех, которые занимаются manual-тестингом или знают что-то. А вот умеют кодить на Python. А все остальное мы им дадим буквально в первый раз. Это странный человек, потому что там полно наших выпускников. Я не знаю, там, что он себе это придумал. Может быть, у них какая-то группа отдельная. И он про LinkedIn, когда он говорит про свою группу в 10 человек, он при этом имеет в виду вес LinkedIn. Нет, у него месседж был такой, что, в общем, здесь во всем Bay Area, в общем, как-то manual-тестеры совсем не нужны. Чем испортил настроение всем тем, кто пришел на эту лекцию. Все уже пожалели, что вообще задали этот вопрос. Упаднические настроения у всех. Что жизни тут не удается. Время manual-тестинга прошло. В 2001 году закончилось этим. Последние 15 лет просто... Оттестировали вручную все, что-то оставалось и остался только automation. Ну, а потом улучшилось настроение? Ну, потом, когда уже, тем более, увидел, сколько, во-первых, вакансий на manual-тестинг, уже просто пошарив немножечко порывку. Ну, конечно, спрашивают про опыт работы, в том числе, который у меня был. Ну, а что же мы решаем вопросы? Так это вот набирается как раз. Ну, естественно, еще лучше оно приподнялось, когда появилось предложение о работе уже непосредственно. То есть, друзья, слушать надо не всех подряд. Человеку не нужно сразу много работы. Нужна одна. Одновременно, да? One at a time, как у нас говорят. А вот этого one at a time хватает. А вот ребята с вами в группе учились-то, если бы начали в сентябре, это же... Вы же все закончили? Ну, и где они все? Честно говоря, плохо знаю, кто куда пошел, потому что я ушел немного раньше. У нас продолжались занятия по automation, а я уже к этому времени работу нашел, поэтому у меня пересекалось рабочее время с учетом. Понял. Ну и хорошо. Значит, давайте... Мама, вот если к маме вернуться, она специфически хочет, чтобы у вас была осетинская девушка или ей не так важно? Я думаю, что ей это не так важно. По крайней мере, я так понимаю из ее месседжа, хотя ни разу не было такого разговора напрямую. Ну, в общем, девушки, если там, допустим, какие-то заинтересованные есть, вы прямо пишите в комментариях под видео. Петя, вот, хотела бы познакомиться, может быть, пусть пишет, правильно? Да. Большая беда еще. А мама заодно почитает. Большая беда с этой работой в том, что там везде рестораны, и все они бесплатные, и поэтому... Что, и в Фейсбуке так? В Фейсбуке вот так, да. Берешь сколько хочешь, сколько можешь. А вы знаете что? Вы кушаете только то, что зеленого цвета. Так вот, я так и начал, но это уже я понял, когда набралось немного еще. Ой-ой-ой. Закамливают там. Да. И что, все так вот кушают там? Все норовят? Или есть некоторые и держатся? А как же вот китайцы? Нет, я обратил внимание, что те, кто работает там уже давно, которые все это уже знают, они как раз себе все зелененькое кладут побольше в тарелочку, чтобы больше ничего не помещалось туда. И так и уходят. Это вообще проблема, когда вот в Америку только приезжаешь, и всего хочется попробовать, и мексиканского хочется, и китайского хочется, и там индийского, и со всех сторон. И я когда увидел первый раз, сколько мороженого продается, ну в таком хорошем, большом магазине, я понял, что это никогда нельзя столько попробовать даже. Потому что оно же сейчас меняется, и это вот одно расстройство. Уже выбираешь какой-то один там, и так вот. Тяжело. Атмосфера другая. Тяжело. Атмосфера совершенно другая, то есть здесь как-то люди не понимают, почему ты перешел в тестирование из медицины. То есть они считают, что это как бы инфериор. Американцы не понимают. Почему-то, да. Но абсолютно другие ощущения, с другим настроением уходишь домой, с другим настроением приходишь на работу с утра. Что это значит? Какая-то более позитивная, что ли, атмосфера в целом. Да, да. Нет какой-то безысходности, нет запаха лекарств. Покушаешь вот это, и настроение. Да, и это тоже в том числе. Запах лекарств, это можно с собой, если кому-то нужно приносить там. А вы не любите, вы же медик, и вы не любите запах лекарств. Так кто же его любит? Никто не любит запах лекарств. Просто люди ассоциируются с заработками, с деньгами у медиков. Потому что где лекарства, там они работают. А, в этом смысле нет. Ну хорошо, давайте мы пожелаем начинающему тестеру, чтобы он уже начал и продолжил. Спасибо. Вот, в хорошем месте, чтобы кушал не все подряд, а выработал вот этот навык. Понимаете, мы с вами находимся на рубеже двух цивилизаций. Заканчивается цивилизация, в которой не хватало покушать. И сейчас еще есть места, где люди от голода мрут, такое тоже есть. Вот, но все-таки, раньше была проблема, что не хватает калорий. А сейчас проблема, куда от них деваться. Вот все вскочили, побежали там куда-то, понимаешь, там бегом от инфаркта. Но, и вот мы на рубеже, мы должны научиться жить в мире изобилия. То есть мы приноровились, наши организмы приноровились жить в мире дефицита продуктов. И вот то, что мы с вами тут можем сидеть, разговаривать, ребята могут нас слушать, это результат того, что там были сотни, если не тысячи поколений людей до нас, которые умудрились выжить в условиях дефицита продуктов. Размножиться, понимаете, и сохраниться. И вот мы носим на себе весь этот генофонд, сожрать и под кожу. Правда. Вот, поэтому... А вы же все-таки медицинский человек, вы должны как-то видеть это все, и у вас должно это отторгаться как-то, нет? Ну так должно, как говорится, как любят говорить люди из кивей. It should. It should. It doesn't. Вот так, друзья. В общем, мы расстаемся. Вы еще приходите, да? Еще какая-то железка будет. Приносите железку. Обязательно. У нас масса желающих посмотреть на современную железку. Но я думаю, что существенно вот эта ниточка с играми... Потому что я, например, далек от игр абсолютно. Я знаю, что это большой бизнес, я знаю, что у нас многие ребята этим занимаются. Но вот именно игры, как, допустим, черный ход в это дело, вот это интересно, конечно. Это очень быстро растущая и быстро выросшая индустрия была за последние десять лет. Да. Много миллиардная. Сейчас уже, да, примерно приравнивается с киноиндустрией. Поэтому уже не стоит ее не замечать. То есть если есть такой, ну как бы по жизни нормально этим заниматься, то я думаю это очень здорово. Очень здорово. Хорошо. Давайте помашем всем ручкой. Я-то хотел какой-нибудь папахи выдать. Ну давайте мне выдадим серенькую. Вот. Говорят, что мне это чеченская. Казацкая? Да нет, она казацкая. Казацкая. А вы себе какую-то там возьмите. Это молдавская. А вот давайте вот эту, да. Это какая? Это вот как раз. Это подойдет. Это... Мы с вами кунаки. Вот. Значит давайте... Слушай, вот ему борода, вот к этой штуке борода нужна. Потому что когда борода без этой шапки, конечно вид не тот. А когда в этой шапке совершенно другой вид. То есть мы такие кунаки. Вот. Давайте всем кунакам с ютуба, значит передадим, как сказать, какое-нибудь слово осетинское есть? Чего передать? Большой салам. Вот. Большой салам. И все. Значит салам. Счастливо. Ой. Салам. Эй. Салам. Мировое слово везде понятное.